Всем привет! Меня зовут Скловская Ирина, агентство Grand House. Ну что, у нас зимняя сказка, настоящая снежная русская зима. Я сейчас нахожусь, ну, можно сказать, в пригороде, да, это город Павловск. Хочу вам показать обзор земельного участка. Это садоводство находится рядом с тем садоводством, где я сама живу. И я хочу сказать, что я здесь постоянно гуляю с собакой. Места здесь очень-очень красивые. Это пустой земельный участок. Находится он в очень удачном месте, вот в самом садоводстве. Удачным, потому что здесь, с одной стороны, совсем рядом въезд, остановка, магазин, детская площадка. Сейчас вот здесь заливают каток, то есть тут такое достаточно обжитое садоводство. А с другой стороны, здесь вот такой, вот видите, уже лес. То есть участок находится рядом с перекрёстком, то есть хорошая подъездная дорога. Вот сейчас вот вы видите, да, эту подъездную дорогу. Она очень плотно отсыпана этой асфальтовой крошкой. То есть подъезд круглогодичный. И вот прямо получается у нас лесочек. И вот здесь тоже напротив участка вот это всё лесополоса. И вот туда дальше продолжается линия. Это ближайший сосед. Ну а вот здесь непосредственно сам участок. Здесь 9 соток. Это у нас садоводство. Но это земля населённых пунктов, то есть здесь есть городская прописка. Дома здесь оформляются в собственность, именно как живые дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут люди занимаются спортом, местные жители. На самом деле я хочу сказать, что я сама тут живу, и тут прекрасно. То есть вот выходишь из дома, просто вот ты попадаешь сразу в красоту, в природу. Тут свежий воздух. Рядом Павловский парк. То есть вот в принципе вот отсюда, с этого садоводства, совершенно спокойно можно дойти пешком до Павловского парка. Дорога у вас займёт, если таким быстрым активным ходом, ну где-то минут 20-25 кто как ходит. То есть я, например, с собакой вот совершенно спокойно от дома гуляю и дохожу до Павловска и до всего остального. Так, мы продолжим, значит, про участок. Садоводство Павловска-1. Единственное у нас садоводство в Павловске, где есть уже, уже есть на сегодняшний день магистральный газ. Сейчас мы с вами идём смотреть сам участок. Значит, есть магистральный газ и есть центральный водопровод. Это единственное садоводство, ещё раз повторю, из наших трёх, где уже все вот эти коммуникации есть. Поэтому, конечно, стоимость участков здесь чуть-чуть выше, но она обоснована выше. Значит, на этот участок у нас уже заведён центральный водопровод. Вот я сейчас вам покажу, где он. Тут уже, конечно, всё в снегу. Так, вот видите, вот эта вот труба с жёлтым таким кончиком, да? Вот это центральный водопровод. А счётчик электричества у нас тоже выведен сюда вот на эту сосну замечательную. Участок квадратной формы хороший, то есть здесь совершенно спокойно можно планировать строительство. То есть у вас всё сюда поместится. И баня, и дом, потому что участки хорошие, такие вот правильные квадратные формы. Значит, вот у нас сосед. Они здесь, соседи живут постоянно. Очень приятные люди, я с ними знакома. Значит, вот этот домик, который вы видите, он находится на участке, но его увозят. То есть участок продаётся без дома. Участок пустой. А также у нас здесь есть скважина. Сейчас мы до неё дойдём. Тут уже всё, конечно, у меня ноги утопают в снегу. Снега у нас здесь много. Так, вот здесь вот, вот это, это скважина. Но опять-таки здесь можно использовать центральным водопроводом. То есть скважину вы можете использовать для полива. Так, и ещё на этом участке есть вот такой вот прудик. Можно его привести немножечко в порядок, облагородить. И у вас будет такой декоративный пруд или, в принципе, даже место для купания. Как раз сегодня крещение. То есть можно прямо на своём участке непосредственно купаться. Вот посмотрите с этого ракурса, какая красота. Да, вот честно говоря, я когда сама первый раз приехала смотреть этот участок, я даже начала задумываться, а не продать ли мне свой дом и не купить ли здесь вот этот участок. Потому что я влюбилась просто вот в этот пейзаж. Посмотрите, какая красота. Просто сказочно. То есть это вот всё лес. То есть я могу сказать, здесь красиво в любое время года. Вот я с собакой гуляю каждый день. Каждый день, наблюдая изменения природы, я могу сказать, что красиво просто всегда. Вот не бывает такого времени, чтобы было некрасиво. Всё равно какая-то своя красота есть вот в каждом. И осенью, и весной, и, ну и понятно, летом, а зимой просто сказочно. Так что вот городские жители, я думаю, что вы в городе не видите такое количество снега. Ну вот любуйтесь. Значит, что ещё могу сказать про наше садоводство. У нас есть привязка к школе, к садику. Вот 315-я школа здесь рядом. В принципе, до неё тоже можно пешком дойти. Есть дороги, есть тропинки. Рядом Кадетская ещё школа хорошая. Ну, понятно, магазины. Тут нам ездим, есть магазин. В Павловске много магазинов. То есть, в принципе, вся инфраструктура достаточно удобна. То, что говорят по поводу пробок на выезд, ну, на самом деле, не такие они критичные. Плотное движение где-то только с, ну, не знаю, с 8.15 до 9. И то пробка только небольшой участок дороги занимает. Ну, условно говоря, она у вас времени украдёт где-то минут 20. То есть, можно с запасом выезжать, и всё будет в порядке абсолютно. Вот, значит, ещё раз повторю, прописка, коммуникация. Садоводство очень развитое. Тут много людей уже, кто проживает постоянно. Очень много с детками. Вот на этот Новый год здесь организовали праздник для детей. То есть, всё-таки с конкурсами, с песнями, с плясками. Было очень весело. Мы с сыном сюда приходили. Вот, то, что жизнь здесь кипит. Здесь вы не будете в одиночестве. Значит, рядом Павловский парк, рядом лес. Также есть замечательные поля. Там можно кататься на квадроциклах, на снегоходах. В общем, на ватрушках детей катать. В общем, вы попадаете просто действительно в настоящую, такую, знаете, как бы загородную жизнь. Но в то же время всё это достаточно близко к городу. И со всеми коммуникациями практически. Да, только канализацию надо будет делать септик. И городской пропиской. Вот. Так что, вроде я вам всё рассказала. Сейчас, секунду. Вроде я вам всё рассказала. Если вам хочется посмотреть этот участок, пожалуйста, пишите мне, звоните. Я тут живу совсем рядом. С удовольствием вам всё покажу. И буду рада, если вам всё понравится. Будем с соседями. Всё, всем счастливо. Всем пока.